мы границы ночь добрый день да вот я как микрофон не включилась хочу точнее психом сейчас наушники сменю кто вкусил кто гостил а ролл сам угостил а Продолжение следует... 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 вопросы еще полёст да у меня есть вопрос я не могу использовать virtual box в компьютер я не знал почему вообще не работает что значит не работает показывать их вы показываете шарки до 100 показываете как не работает можете шарик до стопа показать у меня есть фута я отправили пожалуйста за шарки десктоп покажите что не работает вы сейчас за компьютером сидите я да показывайте шарки десктоп показывать зачем приходить на консультацию если вы не готовы то есть у вас нет вопросов а вы прошли просто так посидеть послушать вдруг возникнут вопросы вы сейчас не за компьютером да а зачем на консультацию подключились если вы не подготовились а Продолжение следует... Продолжение следует... После перезагрузки у вас, наверное, Алина Эльдаровна, не отсоединился CD, вы просто оцените CD и дальше работаете. Вы никогда не устанавливали операционную систему? У меня такое ощущение, что у нас какой-то гуманитарный УЗ. Мне кажется, на обычный компьютер проще установить, чем на VirtualBox. Столько ошибок я увидел за вчерашний день. Не первый год, слава богу, ведь нет проблем. Я вчера штук 15 разных ошибок, ни одной повторяющейся небо. У кого-то экран даже на квадраты развалилась. Очень хорошо. Можно вспомнить... 1,2,5... Вот у меня VirtualBox скачивается только... Я попробовала на 64 бит скачать, у меня не получается. Я очень много разных с разных сайтов скачивала, не получается. Только на 32 бита. Вот, я скачала на 32 бита, он и дали все в итоге, там только на 64 есть. Не понял, что значит, не смогли скачать? Что значит, не смогли скачать? Ну, то есть, я скачиваю, там... Я не знаю, как объяснить. В общем, он постоянно в итоге вылетает какие-то шарики. Постоянно я одно исправляю, а потом еще шарики. Что вылетает? Закачка. Покажите, шарики, десктоп. Покажите, пожалуйста. Мы закройте скриншот. Вы же пришли на консультацию, вы совершенно не готовы. Шарики, десктоп, давайте. Нет, я вам скину. Не надо ничего скидывать. Шарики, десктоп, показывайте. Так, сейчас, сейчас. Анастасия Вячеславовна, мне кажется, что это просто люди, которые не хотят делать лабораторную, и все. Не знаю. Ладно, я не буду показывать, потому что я, ну, как бы, я хочу, я... Ну, покажите, десктоп, за шарики. За шарики, десктоп, покажите, в чем проблема. Семба. Вы за этим пришли на консультацию. Вы не хотите показывать, в чем проблема. Сейчас я покажу. Я сейчас покажу. Я просто... Сейчас. А в них вообще возможность есть расшарить? Да, я ставлю им возможность расшарить. Там, Мегран Нельсинович, там на микрофон наживаете, и там три точки возникают, сделать участникам. К сожалению, нас обязали работать с настройками, которые нам сделала диспетчерская. А диспетчерская, я чувствую, испытывает какие-то... Какую-то неприязнь к преподавателям и издевается над ними, как только может. Я включила. У вас включилась демонстрация экрана? Нет, нет, пока нет. Вы не захватили экран и демонстрации не включили. Давайте попробуем еще раз. Сейчас. Так, да. Это что? Это кто у нас? Это Ателедия, да? И что она нам показывает? Что это такое? Экрана. Вы можете зашарить экран? Я не могу вверх ногами читать. Мне нужно вставать вверх ногами, чтобы читать то, что вы нам передаете. Да. Итак. И что? А что мне надо сделать? Вы поставили на 10-ю Windows, причем какую-то не самую последнюю версию, и у вас стоит Hyper-V Windows, который запрещает другие виртуализаторы запускать в 64-битном режиме. Ну, вообще все запрещает. Вам нужно, а, или отключить Hyper-V, вас в гугле не зашарили, вы можете посмотреть, либо скачайте, если уж вам трудно читать, скачайте CentOS 6-ю версию на 32-бита и поставьте ее. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Так, кто-то шарит, Халимова. Так, вот я хочу... Давайте. Подождите, не прошло еще, сигнал не прошел. Вы захватили экран, но сигнал не прошел еще. Так, нет. У вас плохая связь, вы из дома, из... Вообще, из дома. У вас какой провайдер-то? А, Ростелеком? Ростелеком, он должен более-менее работать. Не знаю, пока они шарятся. То есть, я вижу только вот... Так, может быть, тогда я скину фотографию? Нет, что фотография-то... Ну, скриншот экрана. Ну, отлагиньте, это, закройте этот свой Teams и откройте обратно. Так. Ну, хорошо, тогда я выключу, наверное. Не грузить трасс. Давайте, попробуйте. Значит, тут царитово просто не ставятся программы. Ну, это же, по-моему, Windows. Ну, вы знаете, ну, если на Windows не ставится программа, то я уж не знаю, что делать. Ну, вот я об этом же. Что мне делать? Windows поставьте заново. Ну, мне семья не дает это сделать, потому что они боятся, ну, или думают, я не знаю, что во время всего этого снесутся файлы, которые им нужны для работы и для учебы тоже. Ну, я не знаю, как делать вот то, что вот Windows у вас не рабочее. То есть, у вас нет рабочего места, как я понимаю. Ай. У меня эта проблема возникла только вчера. То есть, я до этого устанавливала уже виртуальную машину. Но я через какое-то время ее удалила. Вот. И вчера, когда я снова пыталась ее закачать, у меня вот такая проблема начала возникать. Ну, значит, криво удалили. Нет, я удалила все. Ну, не знаю, вот тут вот эти проблемы, я даже не знаю, как решать. Это проблема именно ваших Windows, а не установки виртуальную машину. Дмитрий Сергеевич, а если предложить вариант установки создания загрузочной флешки с Ubuntu какой-нибудь, чтобы они с флешки загружались и работали? Вот, вот вы предлагаете. Да, да, да. Ну, что у нас? А это любой дистрибутив. Ну, в общем, те, у кого ничего не получается, вот это хорошая мысль. Ну, вот на Ubuntu. Да, чтобы файлы не потеряли, которые там создадутся. Да, да, да. Значит, нам же ничего особого не нужно, нам только нужно... Значит, у нас есть... Ну, что можно ставить... Мжгитом будут проблемные, наверное, только. Чего, почему? А вот сейчас это будет... Скид сейчас я посмотрю, что он позволяет. Он позволяет... Да, это он, он же инсталляционный. Это вот, что мне это очень не нравится, то, что он тут не совсем нормальный. Ага. Сейчас. На какой-нибудь рейтинге сиди? Нет, сейчас я думаю... Сейчас, какой дистрибутив предложить? Ага. 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 понятно да если кто-то не имеет возможности делать нормальные то пожалуйста там ну вот все-все-все прописано там как все это дело мигран нальциныч посмотрите может быть у вас какие-то замечания ссылочки послал ссылочка как сделать persistence и как просто его с точки запустить вот тут прописано как persistence раздел создается и так далее из-под винды вот в то что вторая ссылочка посмотрите пожалуйста варианты они могут файлы себе на почту скидывать и еще уж и не смогут это режим это вот persistence он вполне нормально делается на флешке и пожалуйста ну вот это просто родная фишка кали то есть в это в бунте нету а в коллегист это родная фишка когда вы там делаете партишн persistence то он у него в загрузке появляется мода persistence и пожалуйста вы можете обновлять и делать вообще все что угодно ну там как бы генеон файл system и слоями анастасия вячеславна как вы думаете да я думаю это вариант это вариант эти те кто симулирует то что не может пользоваться дальними машинами еще вопрос дмитрий сергеевич возможно ли хотя бы на какое-то время отодвинуть сдачу значит вот смотрите у нас все расписано по неделям четыре сдадут через две недели вы можете сдвинуть первые две лабораторные работы на конец следующей недели тогда и 4 лаборатория должны сдать будет на следующей неделе это устраивает это это пожалуйста вы можете делать все что угодно по результату просто я хочу чтобы все лабораторные примерно двигались в одном уровне но я вижу что поскольку студенты пришли на учебу неподготовленными пользоваться компьютером не умеют поэтому естественно давайте сдвинем эти сдачу этих лабораторных работ сдвинем на неделю тогда 4 лаборатория на следующей неделе тогда известите об этом татьяна рифатовна но чтобы у вас было синхронно а то кто-нибудь обидится или у нее все отличники хорошо она вообще собиралась подключиться но почему-то ее нет у всех свою проблему да но так еще какие-то вопросы вопросов больше нет да а можете еще рассказать то есть можно сдать будет лабораторные на следующей неделе вот первую вторую их четвертую сроки поменяем все сроки поменяют просто ну наверно все исчерпан наша повестка астрия вячеслава нет у меня вопросов нет товарищ студент у вас есть вопрос студент нет вопросов хорошо но давайте тогда вот хорошо мигранной сынович про флочку подумал что это ну как бы это я пойду а кто подумал вот тебе предложение понятно спасибо настя что вы предложили такую чудесную вещь вообще с флешкой мы делаем на это на безопасность нас там так такие штучки делаются ну хорошо спасибо да можно вас попросить на ту из вот скинуть ссылочки которые дмитрий сергеевич предложил чтобы все могли увидеть ну не большой комментарий 1 лабораторный что можно как вариант у тех установить на флешку сперва персистентной моде как по-русски там просто основная фишка то что там есть persistent мод постоянно что-то такое ну по-русски персистентная а какая как перевести части постоянно это это целостная конституция постоянно персистента но все хорошо 2 на все тогда курсы нацепите эти ссылочки пожалуйста да но все тогда отключаемся да так греб ищет по тексту вхождение какой-то фразы под эту фразу поиграйте ей увеличить и уменьшить и еще что-то то поиск просто-напросто тут думать не надо просто выбирайте комбинируйте но все я отключаюсь до свидания свидания нас ведь словно